Когда мы отправились в Кабардино-Балкарию, а точнее в Прельбрусе, а еще точнее в поселок Терскол, я и подумать не мог, что в моем личном конкурсе природной красоты эти места с уверенностью займут лидирующую позицию. До этой поездки мой внутренний природолюбитель максимально симпатизировал лишь Красной Поляне, в частности Рози Хутер и Эста Садку. Но, довольно лирики, перейдем так сказать к делу. Дорога. Она является немаловажной частью данного трипа. Путь в Терскол не близкий, если ехать от Краснодара, дорога займет около 8 часов, поэтому поездка на выходные будет не очень продуктивной. Треть всего уикенда вы будете в пути. Сюда лучше ехать дней на 5 и более, чтобы успеть сходить на оба водопада, погулять по окрестностям и подняться на канатке к подножию Эльбруса. Самый красивый участок дороги начинается километров за 100 до Терскола. Появляются горы, с каждым километром все больше и разнообразнее, словно соревнующиеся друг с другом и желающие максимально удивить тебя красотой и ландшафтами Кабардино-Балкарской республики. Одни похожи на Красные скалы где-нибудь в Юте или Аризоне, вторы на бархатисто-зеленые холмы Шотландии и Ирландии, третьи на гигантские вершины Непала, пейзажи просто фантастические. Весь этот участок буквально не отлипаешь от окна автомобиля. Ну и местный колорит в виде разгуливающих по дорогам коров, овечек и прочих четвероногих, которые хоть и будут вас немного задерживать во время поездки, но добавят при этом изрядную долю позитива и улыбок. Все-таки не каждый день встречаешь на дороге коров, считающих себя полноправными участниками дорожного движения. Не доезжая 40 километров до Терскола, по пути встречаем небольшой городок Тернеаус, который производит достаточно унылое постапокалиптическое впечатление, а ведь когда-то здесь функционировал тернеаусский горнообогатительный комбинат, крупнейший ГОК в Кабардино-Балкарии, специализировавшийся на добыче и обогащении вольфрама молебденовых руд. Вроде как корпорация Ростех собирается возродить местное производство, но конкретной информации пока нет. А еще Тернеаус известен трагедией, которая произошла здесь летом 2000 года. На город хлынул мощный селевый поток, в результате чего произошло затопление жилых домов и был разрушен автомобильный мост через реку Баксан. 8 человек погибли и около 40 человек числилось пропавшими без вести. В паре километров от Терскола расположена поляна Нарзанов. Тут имеется вечно бьющий источник с, как это ни странно, бесплатным нарзанчиком. Но, несмотря на халяву, бежать сюда с канистрами я бы не рекомендовал. Хороший нарзан, свежий нарзан. Через пару часов водичка теряет свои свойства и превращается в мутную жижу, непригодную для питья. Поэтому впрок ей не запасешься. Также на поляне расположена ярмарка с местными продуктами и сувенирами и пару кафе с крыши сносным видом на снежные вершины при Эльбрусье. Под такую красоту еда кажется вдвойне вкусней. Немного о Терсколе, в котором мы собственно и остановились. Это небольшой поселок с населением около полутора тысяч человек, невероятно красивой природой и чистым воздухом, поэтому логично, что живет он в основном за счет туризма. Терскол расположен на высоте 2150 метров над уровнем моря, а это к сравнению почти самая высокая точка на Роза Хутор. Здесь же это самая низкая точка, с которой стартуют все маршруты и направления, в том числе и канатка, которая привезет вас к подножью красавца Эльбруса. Времени у нас было мало и перед нами стояла сверх задача – посетить два самых крупных и популярных водопада – Девичьи Косы и Терскол. На эту миссию у нас было всего полдня. По часах репу и кинув монетку решили, что идем сначала на Девичьи Косы. Расстояние от поселка до водопада кажется небольшим – всего 6 километров, но не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Набор высоты составит около 650 метров. Водопад расположен на высоте 2800 метров, поэтому коэффициент сложности подъема будет прямо пропорционален уровню вашей физподготовки. В целом ничего сложного в маршруте нет, попадались нам по пути даже улыбчивые пенсионеры, которые сходили на водопад и довольные возвращались обратно. Кстати, учтите, что проход на водопады платный – 150 рублей с человека. Пройдя будку с деньгособирателем, уж не знаю, насколько официально он там сидит, перед вами будет развилка. Прямо пойдешь – на терсколку пойдешь, налево пойдешь – будут тебе Девичьи Косы. Так что один раз заплатив, можно посетить оба водопада, главное – стартануть пораньше, чтобы времени хватило. Описывать словами, что мы увидели по дороге на водопад бессмысленно, я просто ненадолго замолчу и дам вам возможность насладиться контентом, который, надеюсь, хоть немного передаст ту атмосферу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почти пришли. Высота 2710, водопад Девичьи Косы. Красотища! Ну а это, собственно, то, ради чего мы сюда и шли – водопад Девичьи Косы. Я видел много водопадов на Черноморском побережье, но эта красота с почти идеальной симметрией затмила собой все предыдущие. Вода, падающая с высоты более 30 метров, рассыпается в полете длинными струями, действительно напоминающими Девичьи Косы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сирскол – это при Эльбрусе, то есть поселок, буквально расположен у подножья Эльбруса. А Эльбрус на минуточку – самая высокая горная вершина не только в России, но и в Европе. То есть, если ты забрался на вершину Эльбруса, то ты побывал на самой высокой точке Европы, вдумайтесь. К тому же Эльбрус еще и страта вулкан, причем потенциально активный, правда последнее извержение было давненько, около 30 тысяч лет назад. В поселке Терскол есть канатная дорога, которая так и называется – Эльбрус. За 1400 рублей с человека она чудесным образом перенесет вас из лета в зиму. На ней мы решили подняться наверх, чтобы, так сказать, преисполниться и посмотреть на этого гиганта поближе. С погодой повезло, вот он красавец Эльбрус, его видно. Как всегда, облако над ним. Есть отдельные сильные личности, которые поднимаются туда пешком. Кто-то даже идет до самой вершин, разумеется, в специальном снаряжении. Но на тот момент это была не наша история. Канатка поднимет вас с высоты 2300 на высоту 3847 метров. Быстрый перепад в полтора километра ощущается. Закладывает уши, а на самой верхней точке появляется легкая отдышка и слегка давит на мозги, если они, конечно, есть. В общем, ощущения интересные, хотя, наверное, организму просто нужно время для адаптации. Высота не терпит спешки. Высота 3800, самая высшая точка канатной дороги. Выше канатки уже не едут. Уже чувствуется нехватка кислорода, голова побаливает чуть-чуть. Чтобы вы понимали, все эти кадры были сняты в конце июня. Там, внизу, в Терсколе, лето. А здесь, наверху, настоящая зима, и люди даже катаются на лыжах. 19 июня, люди катаются еще на лыжах. Красотища, какие сугробы. Тут уже ледник. Тут он, в принципе, уже и не тает. Самые верхушки Эльбруса мы увидели буквально один раз. Они были постоянно затянуты облаками. Зато с высоты почти 4 километра увидели такие панорамы, которые мы точно запомним на всю жизнь. Глядя на эти бесконечные горные пики, ты как будто паришь над землей и открываешь для себя некую тайну, ведь до этого момента ты не видел ничего подобного. В общем, если будете в этих местах, крайне рекомендую подняться на канатки на самый верх. Целый вагон эмоций и впечатлений вам гарантирован. Субтитры создавал DimaTorzok Вот честное слово, не помню я такого места, из которого бы настолько сильно не хотелось уезжать. Такой безжалостной концентрации природных красот и невероятного рельефа местности мы еще нигде и никогда не видели. Особенно поразило количество огромных сотен. Смотришь наверх – кавказские снежные горы. Смотришь вниз – карельский хвойный лес. Среди такой красоты время пролетает незаметно. Приехать бы сюда на недельку, а еще лучше на две. Однозначно Кабардино-Балкарская республика в целом и Терскол в частности стали для нас открытием этого года, очень важным и интересным открытием. Жаль только, что на водопад Терскол мы так и не успели сходить. Но ничего, зато имеем официальный повод вернуться сюда вновь. С вами был Дмитрий, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok